Доброе утро! Сегодня я попробую снять небольшую, ну что-то вроде видеоинструкции. Значит, наша фирма предлагает комплект оборудования для создания шкафа управления простых насосных станций, в основном для ЖКХ. И этот комплект преимущественно предназначен для того, чтобы его пользователь собирал самостоятельно. То есть, либо его электрик, либо даже сам домовладелец, например. И поскольку не все могут легко разобраться, что куда, хотя, казалось бы, что может быть проще, чем соединить, запустить преобразователь частоты, подключить к нему датчик давления, панель управления. То есть, ну, все очень просто, да. Но лучше сделать, лучше один раз увидеть, чем 20 раз услышать или прочитать. Что у нас есть? Значит, есть у нас частотничек. В данном случае это простейшая серия CS80. Проще вообще, что-то трудно придумать. Значит, мы его достанем. Вот такой простенький частотничек. Понятно, здесь есть простенькая такая инструкция по подключению. Сейчас мы все покажем. Вот такой вот простейший частотничек. Понятно дело, что поскольку я это все снимаю дома, и... То есть, у меня тут нет ни 380, ни каких-то крупных моторчиков. Значит, вот я выбрал крохотный на 2,5 ампера с питанием 220 вольт. Вот. Один из самых маленьких. Так, эта серия, она выпускается где-то 23, по-моему, ампера, или даже больше. То есть, они бывают довольно крупные для довольно крупных моторов. Вот. Так, есть у нас частотничек. Есть у нас, понятное дело, и моторчик. Хотя это, в общем-то, было бы и не обязательно. С мотором все понятно. Есть блочок питания на 220 вольт. Практически любой импульс не годится. Нам он нужен для того, чтобы запитать панель оператора. Вот. Панель оператора, митсубишевская серия, год 2000. Они есть разные. У меня немножко поменьше. В комплекте поставляется на дюйм больше панелька. Значит, тоже с этим посмотрим, как его подключить. Есть датчик давления, тоже простейший, в общем-то, бюджетный, серия Амидас, фирмы Юмо. Тем не менее, немецкий хороший датчик. Датчик двухпроводной, 4,20 мА. Есть кабелек. Кабелек нам необходим. Это кабель связи по 422 интерфейсу. Ну, 422-485. Он нам необходим для того, чтобы подключить панель оператора к частотнику. Опять же, если бы тут был какой-то чуть более серьезный частотничек, мы бы его подключали, допустим, по Эзернету. А так, простейший кабелек. Я покажу, как он распаян. Вот. Всё. Значит, сетевой кабель. И что мы должны соединить? Вот. Быстренько нарисовал такую вот схемку простейшую. Примерно такой же листик идет в комплекте с комплектом оборудования. Только прилично напечатанный и оформленный в соответствии с ГОСТами. Значит, что у нас здесь есть? Есть у нас здесь частотничек. На частотничек мы подаем питание. К частотничку мы подключаем моторчик. Дальше. Подключаем к нему датчик давления. Вот этот самый, двухпроводной. Запитываем его от внутреннего источника питания. Частотника. То есть тут плюс 24 вольта. Вот оно прошло через датчик, попал на токовый вход. Значит, частотника 4,20 мА. И чтобы дальше цепь замкнулась, нам нужно общий контакт аналоговых входов соединить с минусом этого источника питания. То есть здесь перемычка. Все. В общем-то с частотником все, что нужно было. Дальше. Те же самые 220 у нас пришли на блок питания. С блока питания 24 вольта пошло на питание панели оператора. В принципе, можно было бы датчик запитать от этого же блока питания, но так привычнее и проще. Тут источник 100 мА, которого с головой хватит для 20 мА датчика. Здесь, естественно, этих 100 мА не хватит. Значит, поэтому отдельный блочок питания. Значит, 8,5 Ватт потребляет панель. То есть почти ампер. Не, куда? Пол ампера. Пол ампера она жрет. Пол ампера. Значит, соответственно, блок питания можно любой вообще ставить. Тут он 50-ваттный стоит. Ну, у меня какой был, такой я и прикрутил. А вообще тут любой. Вот. Всё. Значит, приготовил я себе проводочки соединительные. Тоже вроде ничего хитрого нет. И сейчас мы это всё соберём. Да, здесь я ещё что? Нарисовал цикалёвку датчика давления. Чтобы не было путаницы. То есть первый контакт у него плюс. Второй минус. Третий не подключен. А безымянный, это соединён с корпусом, то есть земля. Вот. Тоже вроде ничего хитрого. Значит, по вот этому кабелёчку. Мы его готовый отдаём. Вот. Но это стандартный абсолютно кабель. С РЖ-45 на 9-пиновый ПАПа. Вот. Последовательный интерфейс. Ничего тут хитрого нет. Вот распайка его есть. Значит, она приводится в инструкции на частотнике. Она приводится в инструкции на панели. То есть тут проблем никаких особых нет. Мало того, он, в принципе, даже без этих перемычек работает. Ну, что нам, жалко их поставить. Хорошо. Значит. Так. С чего мы начнём? Значит. Начнём мы с того, что доберёмся до клемм нашего очень редко мне приходится его открывать. Вот. Значит, что у нас здесь есть? Клеммы питания. Клеммы подключения мотора. Они аж наклеечкой обозначены у нас, что это клеммы подключения мотора. И прямо в радиатор вот два зелёных винтика. Вот значки заземления. Значит, это защитное наше заземление буквально прямо к радиатору прикручено. Вот эти клеммы силовые. Не трогаем. Они нам не нужны. Они нам не понадобятся. Это выход выпрямителя этого частотника. То есть, в данном случае здесь 315 вольт постоянного тока. Прямо сила. Для чего оно нужно? Для подключения внешнего тормозного устройства, например. То есть, для насосных применений это нафиг не нужно. И если здесь что-нибудь неправильно подключить или, не дай бог, закоротить, то этот частотник можно будет выбросить в мусор. Поэтому это мы не трогаем. Наклеечку мы её так вот, чтобы не потерять, здесь пока приклеим. Вот. И подключим моторчик. Так. Шруми. какую-то отверточку чуть побольше взять потому что клемки затягивал робот так 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 и 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 бросаем туда же силу. Силу мы сейчас возьмем и бросаем туда же силу. так тут поскольку нам нужно еще выкинуть на блок питания мы возьмем под ту же клемпу вот вот так это мы на блок питания бросим 220 то есть силой у меня просто нет здесь 4 провода чтобы корпус мотора посадить на этот ну чё есть крышечку закроем у нас не стукнула и накинем это питание опять же заземление мы сюда в ногу и не бросаем пока вот так значит нам отсюда нужно нам теперь нужно это с этого булочка питания 24 вольта подать на панель оператора а 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 меня проводов защитное заземление мы сюда не было ну я я сюда не бросают надо бросать тут что-то перепутать трудно вход 24 вольта плюс-минус отдельный клеммник ничего хитрого тут нет да все вроде просто дальше что мы делаем мы берем датчик давления к нему идет вот такой листочек где опять же есть вот распиновочка вот распиновка этого варианта с разъемом значит плюс минус 12 вот он если кто не знает разъем съемный вот они значит вот они пронумерованы первый в значит первый у нас плюс второй у нас минус значит берем проводочки слегка пицц слепуватый так это мне нужно отверточку такую да второй Второй. Проверяем. Значит, вот у нас первый на него идет красный. Второй на него идет синий. Вот так у нас датчик подключен. И теперь, что мы должны сделать. Так. Значит, мы должны красный на клемму PC. Подключить осиний на клемму 4. Если не хочет сильно лезть, можем нажать кнопочку. И перемычку нам надо поставить. Перемычку я сделал коротковатую. Да. Сейчас быстренько. Вот так. Сейчас Ну, чего мы не лезем? Да ёлки-палки, когда спешишь? Так Соединяем пятый с ССД Так И, ага, рано закрыл крышечку Теперь нам нужно вот этот кабелёчек Разъёмчик RG45 вставляем в частотник Вот он И разъёмчик 9-пиновый Вставляем Вот он подписан RS422 485 Соответственно Оставляем сюда Вот Что у нас получилось Так Включили И всё у нас засветилось Панелька грузится В панельку загружен проект Как бы Во-первых, сам проект Управления насосной станцией И Соответственно Инструкция Как бы Интерактивная инструкция По Запуску этого всего в работу Так Так Значит Значит Вот у нас идёт Настройки Что мы здесь можем Ввести Номинальный ток мотора Да У меня 1,47 Да У меня 1,47 10 бар 10 бар 10 бар Значит И Так Автоматический перезапуск Исчезновение питания Сейчас он выключен Вот Мы его Включим Ну так И Собственно Всё Всё, что нам нужно Вот Так И Теперь Нам нужно Частотник Перевести в режим управления от сети значит что мы сейчас его мы ему запишем 77 параметр двоечку чтобы могли а уже уже записано а он такой он уже что записал все сейчас смотрим дальше и смотрим 340 параметр нет еще не записал записываем туда единичку сетевое управление и сбрасываем питание ждем пока погаснет вот так щелкнула если сейчас опять будет панелька грузится пару минут что там что-то видно хотя бы в эту камеру так так вот это то что я вижу на экране камеры шо ну тут мерцает это просто картинка стрибируется с частотой развертки камеры на самом деле ничего тут не мерцает значит у нас видите начали мигать одновременно п.у. и экст это значит что у нас частотник сейчас в сетевом режиме то есть он управляется от панели оператора нам надо давление задать значит допустим мы там хотим 5 бар держать и все еще так эта версия не пишет не включает педрегулятор секундочку так сейчас мы включим педрегулятор мне свет отсвечивает поменять так 128 двадцатка для насоса у нас теперь пошел моторчик работать но за датчика давления у меня к сожалению нету поэтому он его не разгонит ток показывает напряжение показывает частоту показывает но показать как он работает собственно педрегулятор я не смогу за неимением за датчика давления но но тем не менее тут все то же самое пока я снимал видео отдельно как работает вся эта конструкция на стенде и и тогда вместо датчика давления живого я вешал за датчик вот флюковский и имитировал работу педрегулятора все прекрасно регулируется вот ну вроде все понятно значит если если что то не ясно то спрашивайте в коментах вот ну вроде тут уж что проще то вот такое ладненько все счастливо вот вот а так все вот в и